Всем привет! И сегодня мы с вами поговорим о красках. Научимся размешивать их, смешивать, получать разные цвета, разные тона и полутона. Сразу хочу сказать, что приступать к процедуре смешивания красок нужно с хорошим настроением, чтобы цвета получились сочные, радостные, весенние, веселые, вкусные, нежные. А если настроение будет мрачное и плохое, то, соответственно, цвета получатся мрачные и грязные. Поэтому надеюсь, что у вас у всех настроение замечательное, поэтому вперед! Как я говорила ранее, нам понадобится палитра, краски, вода и мастихин для перемешивания красок. Я вместо мастихина предпочитаю обычную деревянную палочку. Существует три основных цвета. Красный, синий и желтый. Все остальные цвета и оттенки можно получить, смешивая эти три цвета. Пример, если взять желтый и добавить в него синий, то получим зеленый. Желтый и добавить в него красный, то получится оранжевый. Если синий и красный смешать, то получится фиолетовый. А если смешать три основных цвета, в разных, в одинаковых пропорциях, то должен получиться черный. Вот так. Если смешивать различные цвета в разных пропорциях, то можно получить разные оттенки. Кроме того, все цвета еще разделяют на легкие, светлые, ненасыщенные, и тяжелые, темные, насыщенные, а также на горячие и холодные. Например, самым легким считается лимонно-желтый цвет, а самым тяжелым фиолетовый. Теплые цвета – это красный, оранжевый, желтый. Теплые цвета – это все оттенки синего, синий, голубой, белый. При затемнении цвета становятся теплее, а при добавлении в них белого цвета становятся холоднее. Хотя понятие теплоты очень относительно. Что касается традиционной петриковской росписи, тут набор цветов был очень ограниченный, так как мы знаем, что их делали из природных красителей. Ну и, конечно же, знаний о тонах и полутонах, я думаю, не было у прошлых мастеров петриковской росписи. Больше всего в петриковской росписи раньше использовали красную краску, синюю, желтую, зеленую, очень редко фиолетовую. Практически никогда не использовали черный и белый цвет. И всегда брали только чистые цвета, без тонов и полутонов. В основном преобладала теплая цветовая гамма. Сейчас, конечно, современные мастера ищут новые, более сложные соединения цветов, экспериментируют, пытаются объединить в композициях и холодные, и горячие цвета вместе, и легкие, и тяжелые. А теперь как же разводят краску для использования в дальнейшем петриковской росписи. Перед началом росписи краску разводят, разбавляя водой. Это разводят гуашь, или акварель, или акрил. Или специальными разводителями. Это масляные и акриловые краски разбавляют разводителем. Доводя краски до густоты жидкой сметаны. При работе с красками гуашь в них добавляется еще клей ПВА. Обычный клей ПВА. Обычно в пропорциях краска клею к два к одному. Для чего нужен клей ПВА? Во-первых, клей ПВА способствует быстрому высыханию краски, отлично закрепляет краску, а также позволяет добиться эффекта прозрачности краски. Чем больше клея вы добавите в краску, тем прозрачнее краска будет на бумаге. Чем меньше клея, соответственно, тем будет непрозрачная. Вот, видите, добавила я клей ПВА, теперь добавила краску. Хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков, даже, можно сказать, не перемешиваем, а растираем. И немножко еще добавляем водички, чтобы краска дошла до конституции жидкой сметаны. От себя хочу еще добавить, что при размешивании красок старайтесь добавлять темную краску в светлую, а не наоборот. Причем добавлять по чуть-чуть, потихоньку. А также осторожно, когда вы добавляете в какую-то краску черный цвет, потому что черный сильно забирает краску, его достаточно маленькую капелюшечку, чтобы получить нужный вам эффект. Вот, смотрите, вот такая вот краска. Как раз подходит к нам жидкая сметанка для того, чтобы дальше начинать ей рисовать. В следующем выпуске мы с вами начинаем рисовать и изучаем первый элемент. Это ягодка или горошина. Продолжение следует... Второе... Продолжение следует... Продолжение следует...